Крах атеистических идеологий Крах атеизма в 20 веке стал отчетливо виден не только в сфере науки, но также и на уровне политической и общественной морали. Крах коммунизма стал одним из наиболее ярких тому подтверждений, ибо коммунизм был апофеозом атеистических ерестей из-за блуждений 19 века. Основатели учения Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий или Мао Цзэдун принимали атеизм как основополагающий принцип коммунистического мировоззрения. Коммунистические режимы преследовали своей целью сокрушить все основные веры в Бога, пропагандируя массовому созданию идеи атеизма. Буто в Сталинске СССР или Красном Китае, Кампуччи, Албании и других странах Восточного Блока против верующих, прежде всего против мусульман, применяли жесточайшие репрессии. Более того, этими режимами практиковали также и геноцид своего народа. Однако, эта кровавая атеистическая система рухнула поразительно стремительно и самым естественным образом в конце 80-х годов. В принципе, рухнул, собственно, сам атеизм. Американский писатель Патрик Глинн так описал эту ситуацию. Исследуя факторы, приведшие к раху коммунизма, аналитики приходят к заключению, что интеллектуальная элита страны Советов переживала муки кризиса атеистической веры. Из-за сильного влияния на людей атеистической идеологии, люди в Советском Союзе переживали глубокий нравственный кризис, включая и правящую верхушку государства. Народ в СССР утратил все нравственные ценности, веры и надежды. Самым примечательным показателем кризиса безбожия советской системы были реформы, которые попытался осуществить глава государства Михаил Горбачев. С самого первого дня, когда Горбачев пришел к власти, наряду с экономическими проблемами стали уделять большое внимание и социально-нравственным проблемам, например, была начата кампания по борьбе с алкоголизмом. Для воодушевления общества он использовал старые, хорошо всем известные марксистско-ленинистские понятия и определения. Однако, увидев, что они уже не имеют никакого воздействия, в последние годы своего правления, в некоторых своих выступлениях, он стал даже упоминать о Боге, несмотря на то, что всю жизнь был атеистом. Однако, вне сомнения, что слова о вере, сказанные неискренне, не могли принести какой-либо пользы, и кризис веры в советском обществе нарастал еще более. Результатом этого назревавшего кризиса являлся стремительный и одновременный развал советской империи. Но в 20 веке рухнула не только коммунистическая идеология, но и фашизм, который также был плодом безбожных философских учений 19 века. Фашизм был своего рода продуктом философии, синтезированной из расизма, атеизма и идолопоклонства. Фридрих Ницше, которого считают идеологом фашизма, восхваляя идолопоклонство, яростно нападал на все божественные религии, более того, представлялся как антихрист. Ницше и его ярый последователь Мартин Хайдеггер стали самыми сильными идеологами в формировании мировоззрения фашизма. Философия атеизма, которую они оба неистово восхваляли в своих речах, породила бесчеловечные зверства в нацистской Германии. Атеист Гитлер и его командный состав превратили Германию в ужасающее агрессивное государство, развязали самую кровавую в истории человечества войну, создав внутри страны невыносимые условия жизни, основанные на постоянном страхе. Безумие, вызываемое Второй мировой войной, стоило миру 55 миллионов человеческих жизней. В концентрационных лагерях нацистов собирались и уничтожались все, кто противился идеологии нацизма, прежде всего верующие, а также, как называемые, нечистые этнические группы евреи, цыгане и славяне. Социальные последствия атеизма получили широкое распространение в либеральных западных обществах во второй половине XX века. Западная молодежь, выросшая в христианской семье, но под воздействием мучений Дарвина, Марца, Фрейда и иных атеистов, испытывала открытую ненависть и презрение к вере в Бога и религии. В 1960-х годах эти течения стали стремительно развиваться среди молодежи в США и Западной Европе, когда стали активно пропагандироваться понятия сексуальной свободы и образ жизни хиппи. Молодежь, лишенная верой, полагалась, что сможет поймать счастье через неограниченное потребление наркотиков и свободную любовь. Высыпав на улице с культовой песней Джона Леннона «Представь себе мир, в котором нет Бога», молодежь находилась в состоянии глубочайшего массового психоза. Мир, в котором нет веры, уготовил им печальный конец. Практически все лидеры движения хиппи, выдвинувшиеся в 60-х годах, к началу 70-х покончили с собой или умерли от наркотической комы. Большинство имен молодых людей, чьи фотографии висели на стенах полицейских участков, были жертвами наркомании. Дополнительная информация на сайте www.harunyahya.ru Субтитры создавал DimaTorzok